Здравствуйте! Вы смотрите программу «Главное». А главным на сегодняшний день нам показались финансово-экономические проблемы. Я пригласила к себе в гости экспертов, докторов экономических наук. И с удовольствием вам их представляю. Это Владимир Головатюк, Елена Горелова и Михаил Пойсик. Всем вам здравствуйте! Рассчитываю на то, что сегодня мы сумеем нашим телезрителям объяснить о наиболее болевых точках экономики и социальной сферы. И начать я предлагаю с того, что волнует, наверное, всех на сегодняшний день. Потому что сегодня мы все увидели на обменниках курс доллара. И всем понятно, что он перешкалил за 15. Давайте начнем с такого простого момента. Господин Головатюк, как определяется курс Лея, курс валюты вообще? Наверное, вы имеете в виду официальный курс. Да, конечно. Официальный курс Молдавского Лея определяется Национальным банком Молдовы. Так. По отношению к основным валютам. Но прежде всего по ситуации на валютном рынке с долларом США. Все банки обязаны до 14 часов дня предоставить в Национальный банк в электронном виде информацию обо всех сделках. Вчера после обеда и сегодня до обеда. На основании этой информации Национальный банк рассчитывает среднеозавешенный курс всех сделок. И устанавливает его в качестве официального на следующий день. Официальный курс Молдавского Лея по отношению ко всем другим валютам определяется по кросс-курсу. То есть, например, как определить курс Лея к евро. Берется курс евро к доллару на мировых рынках и умножается на курс Лея к доллару в Молдове. И так определяются официальные курсы по всем валютам. Поэтому иногда у клиентов банка возникает вопрос. Вот мы видим, что в Европе, в мире курс евро вырос. А вы вчера был один курс евро, а сегодня ниже. Почему? То есть, то курс евро к доллару, а это курс евро к Лею. И здесь влияет. Вот, кстати, когда задают вопрос, что будет с курсом евро, для этого нужно ответить на два вопроса. Что будет с курсом доллара, Лея к доллару, и что будет с курсом евро к доллару в мире? То есть, курс евро в Республике Молдова – это результат двух факторов. Конъюнтура валютного рынка по доллару и по соотношению доллара и евро к доллару в мире. Хорошо. Давайте я хочу услышать объяснение каждого из вас. Госпожа Горелова, почему у нас доллар так стремительно растет по отношению к Лею? В этом году никаких объективных условий или предпосылок для того, чтобы случилось то, что случилось в этом году. То есть, катастрофическое обесценение национальной валюты не было. Значит, в экономике, вот, коллеги, осведомлены, так же, как и я, у нас ситуация развивалась не худшим образом. То есть, по данным статистики официально, и за первое полугодие вырос ВВП почти там на 4%. Наблюдается рост вот уже по итогам января-сентября и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в грузооборот растет. То есть, как бы экономика, нельзя сказать, что она идет прямо семимильными шагами, но держится на плаву, и даже есть небольшой такой рост. То есть, как бы национальная валюта должна быть стабильной. Это с точки зрения экономики. Очень большое влияние на стабильность курса национальной валюты оказывает торговля. То есть, у нас хронический отрицательный баланс торговый. Это все прекрасно знают, что мы покупаем больше, чем мы торговые сальды отрицательны. Торговые сальды отрицательны. Вот с этой точки зрения, конечно, это очень сильное влияние. Что было в этом году? Вот по итогам январь-сентябрь у нас экспорт практически не увеличился, не уменьшился. То есть, он остался на уровне прошлого года, а импорт немножко снизился. И в связи с этим снизилось, и как бы спрос на валюту должен снизиться. Сальда чуть-чуть уменьшилась, там на 4 с небольшим процентом. То есть, с этой точки зрения, с точки зрения наших торгово-обменных операций, курс тоже должен быть относительно стабильным. Есть третий фактор, который очень сильно тоже влияет. Это денежные поступления, переводы денежных мигрантов. От гастарбайтеров наших. В этом году тоже ничего чрезвычайного не случилось. Поступления увеличивались. То есть, если эти факторы проанализировать, динамику по этому году, все нормально. Никаких предпосылок с точки зрения того, о чем я сказала, торговли, экономики, поступления от наших мигрантов, не должно было происходить на валютном рынке то, что происходило. А вы знаете, что говорят, что всему этому был дан старт после заявления президента Национального банка, господина Драгуцана, который сказал, что нет никакого смысла искусственно сдерживать лей. Вы слышали, наверное, это заявление. Это правда? Вы согласны с тем, что с этим все началось? Понимаете, это очень, как сказать, чувствительный рынок валютный. Очень чувствительный. Это не экспорт, импорт, допустим, каких-то товаров или услуг. Это очень чувствительный рынок. Там динамика может меняться по часам буквально. Кто-то продает, кто-то покупает. И поэтому не очень продуманные заявления или даже комментарии губернатора Национального банка и других ответственных лиц по этому поводу, они, конечно, дают какой-то импорт для того, чтобы люди, участники этого рынка, подумали, сделали выводы. Ажиота, что может начинаться после таких заявлений. А вы как это заявление прокомментируете? Нет, ну странно, что он вдруг заговорил об искусственной поддержке Лея. То есть он что, сам признался, что он искусственно поддерживал Лей? Это во-первых. Во-вторых, что значит поддержка, когда буквально за несколько лет Лей упал с 11 до, ну скажем так, сейчас-то более 15, но был до 13. Это что, он так искусственно поддерживал? То есть его заявление, это скорее всего отмашка, мол, ребята, можно делать то, что вы раньше боялись даже подумать. А ребята, это кто имеется в виду, вот вы сейчас говорите? Это игроки на рынке. И вообще я очень кратко скажу такую общую мысль. Что происходит на рынке? Участники рынка и физические лица, и экономические агенты, они поняли за весь период этой новой власти, что эта власть реально не способна обеспечить стабильность страны. Стабильность на, прежде всего в экономике, стабильность на рынках, в том числе на валютном рынке. Они увидели, что происходило с курсом и в 2012 году, и в 2013 году, и в текущем году. Это бы к тому, что вас не удивило это заявление? Конечно, конечно. То есть раньше лей это был определенной такой священной коровой. И неповадно было даже подумать. Ведь то, что произошло в 1998 году, в 1999 году были попытки раскачать курс, но рынок не поддался на эти колебания. Это было буквально в апреле, в начале мая 1999 года. Все. Это было главное достижение того кризиса 1998 года, что люди, рынок поверил, лей будет относительно стабильным. Помним фразу у господина Толмача «Лео вафи релатив стабил». То есть это и было, это и наблюдалось. Но это было не Богом данное, как мана небесная. Это было результатом той каждодневной политики действий Центрального банка. Национальный банк обеспечивал эту стабильность. Да, были. Искусственно, неискусственно. Это десятый вопрос. Это десятый вопрос. Но это было обеспечено. То, чего нет сейчас. Я благодарю вас, господин Пойсик. Вы что можете сказать? Почему так происходит? Кто виноват? Здесь мои коллеги говорили, я с ними целиком согласен. Как бы о стабильности загадали. За исключением одного принципиального момента. Дело в том, что молдавский рынок валюты, он отличается одной особенностью. То есть официальные денежные переводы, которые у нас по банку, это 1,6 млрд за прошлый год. А то, что поменяли сальдо валютных касс, 2,7 млрд. Обратите внимание. 1,6 млрд и 2,7 млрд. То есть у нас, и плюс к этому добавьте, что еще 159 млн увеличили склады физических лиц в иностранной валюте за прошлый год. То есть это получается уже 2,9 млрд. Это огромная сумма денег, то есть это деньги завозились в карманы. Примерно 44-45% огромная масса денег. Это 37 млрд леем при ВВП 100,3 млрд. Чтобы было понятно, то есть это огромная масса. Это больше, чем фонд заработной платы во всех секторах экономики. Это эквивалентно 3-4 оборота предприятий сферы торговли и услуг. И вот что произошло. Россия в прошлом году ввела новые миграционные правила. С одной стороны, они близки к европейским. С другой стороны, начались вот те события на Украине. То есть люди боятся возить сейчас наличные деньги через Украину. И получилось то, что у нас, начиная с конца прошлого года, мы будем уже оперировать этим годом. Вот я специально выписал две цифры. Значит, в прошлом году за 9 месяцев валютный кассок сальдо составило 2,86 млрд. долларов. А за 9 месяцев 1,5 млрд. То есть минус 540 млрд. Это 26,5%. И это создало дефицит валюты, который сегодня у нас существует на валютном рынке. А вот я хотела по поводу дефицита валюты. Вот говорят, что некоторые банки, они не могут удовлетворить свой спрос на покупку валюты. Вы слышали об этом, госпожа Горелова? И говорят, что они вынуждены покупать у тех банков, которые успели эту валюту закупить и уже по более высокому курсу. Это так? Есть такая? Есть. Поясните, пожалуйста. Это очень просто. Значит, банки работают от имени своих клиентов. То есть компания какая-то, которая является импортером, покупает что-то. Она под эту операцию, эта компания запрашивает у банка валюту. У банка, да, может ли это быть валюта? Ну, в депозитах других юридических или физических лиц. То есть он располагает. Может не быть. Тогда он выходит на валютный рынок межбанковский и покупает эту валюту у другого банка. То есть вот так работает, просто говоря, эта система. То есть, получается, некоторые банки у нас в более привилегированном положении? Это все зависит от структуры клиентов. Да, да. То есть если в этом банке очень много депозитов в долларах, в евро и так далее, то у этого банка меньше проблем, когда к нему клиент обращается с тем, чтобы банк ему конвертировал ли на какую-то валюту, на евро или на доллар. То есть это зависит от клиентской базы. От политики данного банка по привлечению депозитов, от процентной политики этого банка, то есть от внутренней политики данного банка. Здесь есть еще один момент. Вот, допустим, в этом году Национальный банк несколько раз выходил, сделал интервенции для того, чтобы несколько сгладить ситуацию на валютном рынке, потому что было очень много нареканий со стороны предпринимателей, со стороны населения. То есть ситуация выходила из берегов, это было видно по тому, как развивались события в этом году. И один банк, допустим, Национальный банк знал заранее, кто выйдет с заявкой на приобретение валюты, какие банки. То есть Национальный банк продает это банкам, а не конкретным физическим или юридическим валютам. И получалось, что он не мог удовлетворить, вернее, он мог, потому что валютные резервы достаточные у Национального банка. Говорят, что очень достаточные у нас сейчас. Очень достаточные, они составляют 2 миллиарда 700 миллионов долларов. Это более чем на 5 месяцев импорта. А по международным стандартам достаточно 3. То есть валютные резервы должны быть в объеме 3 месячных импорта. То есть Национальный банк продавал, когда валюту пытался сбить некоторые ажиотежи, то он должен был ориентироваться на заявки банков. И он знал с начала года, что заявки не удовлетворяются, что спрос со стороны экономических агентов не удовлетворяется. Не удовлетворяется, на что им больше. И нужно было что-то здесь решать. Одному банку эта валюта предоставлялась, то есть он продавал, а другой банк, у которого была заявка, эта валюта не продавалась. Понимаете, и банки находились в такой разной, скажем так, ситуации. А есть такая гипотеза, что Национальный банк пожинает собственные плоды, потому что он покупал валюту по явно завышенному спросу. Имею в виду курсу. Вы согласны с этим? Да, абсолютно согласен. И не только я. Но я на днях беседовал с некоторыми банкирами, не первыми лицами, но не шестыми. Они достаточно грамотные и ответственные работники в банковской системе. Они, в принципе, подтвердили этот вывод, что ящик Пандоры был открыт в прошлом году, а именно где-то в середине весны, буквально апрель-май месяц прошлого года, когда, так сказать, Джина выпустили из бутылки. И искать причины девальвации столь масштабной Молдавского лея в текущем году, в 2014 году, это неправильно. Кроме того, что я уже говорил, что участники рынка поняли, что можно, но лей или доллар, соответственно, был выпущен тогда. И очень интересно, центральный банк тогда, и в 2012 году, и в 2013 году, он продавал, он покупал валюту. Покупал валюту. В течение 2012 года где-то 320 миллионов долларов купил. В 2013 году более 300 миллионов долларов. В этом году национальный банк, руководство национального банка говорит, а мы все делаем правильно, мы продаем. То есть мы, в принципе, это правильно. Он продает валюту, вернее, он продает валюту и удовлетворяет вот этот спрос, который действительно имеет место. Тем самым способствуя стабилизации. Нет, секундочку. И вот он продал в этом году 140 миллионов долларов. А курс все равно растет. Да, но он купил за предшествующие годы более 600 миллионов долларов. Я не говорю о том, что здесь надо считать много-мало. Надо продавать. Если есть спрос, нужно обеспечить. Ведь это не личная кубышка президента национального банка. Это официальные резервы национального банка Молдовы. Они для этого и предназначены. По априори. Для обеспечения стабильности национальной валюты. И для решения краткосрочных проблем платежного баланса. То есть в данном случае торгового баланса. Именно для этого я хочу напомнить, что в 2009 году, весной, перед выборами, когда был наезд на лей, я извиняюсь за это выражение, то есть попытки раскачать курсы, тогда многие говорили, будет 20-25 курс и так далее, национальный банк, не думая, продал 500 миллионов долларов. То есть он спас эту ситуацию, обеспечил стабильность. И эти доллары потом были приобретены, и валютные резервы выросли. Тогда было 1,6 в начале января миллиарда. В начале января потом он упал, соответственно, эти 500 миллионов. Потом он все было восстановлено. Сейчас уже более 2 миллиардов 600 миллионов. То есть национальный банк должен обеспечить стабильность лея. Во-вторых, не только это, не только полицейские меры, но и он должен разобраться, откуда этот спрос на валюту. Когда, так как объяснила Елена Валентиновна, объяснять, что это повышенный спрос для импорта, не совсем подтверждается цифрами. Что в страну пришли какие-то другие вещи, для которых нужна валюта для оплаты, тоже нет. Но вместе с тем нужно... Ну вот национальный банк, я вас прерву, он объясняет ситуацию, задают же такие вопросы. И он объясняет тем, что вот в странных соседках, они говорят, смотрите, что происходит в Украине с их валютой, что происходит в России. Но в то же время в ответ говорят, посмотрите на Румынию, посмотрите на Болгарию. Конечно. Поясните, почему, есть ли здесь все-таки здравое зерно? Ничего, все. Вот почему, господин? Смотрите, на Украине, можно сказать, идет гражданская война. Россия является следствием, с одной стороны, экономических санкций, второе, это резкое падение на нефтепродукты, на углеводороды. У нас совсем другая причина. То есть, я вам сказал, что с одной стороны, это идет снижение предложения наличной валюты, о которой мы говорили, и второй момент, это по экспорту. Я сейчас просто поясню, в чем проблема экспорта. У нас официально 0,2% падения экспорта к прошлому году, и импорт упал. Казалось бы, нормально. Но при этом забывайте сказать, что у нас реэкспорт вырос на 8,3%. Да? Да. И, в общем, он составляет реэкспорт 36,5%. То есть, государство с этого экспорта валюты не получает. Она прошла транзитом. Да. Ну, государство, она не получает. Она прошла транзитом. То есть, мы где-то купили, условно говоря, овощи, фрукты в Турции, перепродали их дальше, и оно прошло транзитом. То есть, этот экспорт страну ничего не принес. А импорт у нас составил, получается, чисто молдавские продукции, которые им продали за 9 месяцев, 1,03 млрд, а импорт составил 3,865 млрд. Чувствуете разницу? 1 к 3. Вот это надо тоже понимать. И есть еще один момент, который принципиально, наверное, мы позже поговорим на этом. То, что для того, чтобы закрыть это дело, должна быть стабильная экономика, должны быть рабочие места. Но это отдельная тема, мы, наверное, чуть позже. Это отдельная тема, потому что я хочу сейчас задать очень простой и понятный вопрос. Если ситуация развивается так, как она развивается, резервы мы выяснили, да, у нас банка достаточная, кому это выгодно, что так происходит? Госпожа Горелова, как вы думаете? Я могу сказать предположение, которое я высказывала в прошлом году, когда журналисты обращались с вопросом, что происходит на валютном рынке, потому что ситуация начала у нас, в общем-то, отрести валютный рынок, начало где-то в мае. Это мое предположение, я не могу утверждать. Потому что утверждать могут только компетентные лица из Национального банка, им лучше знакома эта ситуация. Что происходило в прошлом году? То есть в прошлом году завелась вот эта пружина раскачки валютного рынка и девальвация Лея. Девальвация Лея в прошлом году, в отличие от нынешнего года, вот в нынешнем году девальвация идет по инерции, по инерции с прошлого года. Эта спираль была запущена следующим образом. Кто-то играл на валютном рынке, потому что девальвация была не плавная. То есть если вот кривая роста курса долларов, если она плавная, плавная, можно найти какие-то экономические объяснения, что-то происходит в экономике. А когда у вас идет вот такая увеличившая синусоида, вот так вот, и все время вверх поднимается, это говорит о том, ну все специалисты это знают, что кто-то играет на валютном рынке. То есть задешево покупает валюту, проходит там неделя-две, он задорого ее продает. И поэтому вот эти вот валютные скачки, это было видно в прошлом году. То есть это спекуляция, обычная спекуляция. В прошлом году, но это мое предположение. Ну мы понимаем, да, хорошо, хоть кто-то высказывает эти предположения. Мы высказывали коллективно, на каждой отдельности. Вот это наблюдалось в мае месяца. Почему еще, я думаю, что это начались тогда активные валютные спекуляции? Потому что одновременно, в то же самое время, через банковскую систему было выдано очень много новых кредитов, которые тут же возвращались через непродолжительный промежуток времени. То есть выдавались большие объемы новых кредитов, проходит какое-то определенное время, опять же-таки 2-3 недели, чуть больше, и эти кредиты возвращаются. Пациентные ставки по кредитам не растут. Вот если сложить просто человеку, даже который не очень со стороны, посмотреть, что происходило. Что деньги отвлекались, шли на валютный рынок, там кто-то или продавал, или приобретал валюту, и на этом, вот таких скачков было как минимум 3 в прошлом году, как минимум 3, кто-то заработал валюту. И вот эта вот спираль, которая, значит, она завелась в прошлом году, по инертии перешла в этот год. Я немножко продолжу вот мысль, сейчас вы поймете, Михаила Дмитриевича, который говорил о трансфертах. Значит, что произошло в этом году, в начале года? В начале года столкнулись с такой ситуацией, что спрос на валюту со стороны экономических агентов перестал удовлетворяться на валютном рынке предложением валюты со стороны физических лиц. То есть наша вот молдавская равновесие на валютном рынке, она всегда достигалась таким образом. Экономические агенты, у них всегда нехватка валюты, а наши гастарбайтеры переводят или привозят сюда деньги, сдают по обменнике, и вот эта равновесие достигается. Вот в этом году было примечательно, что был очень большой дефицит предложения валюты. Валюты не хватало, этот дефицит достигал 30%, то есть не покрывался. Люди перестали менять деньги. И это все связывается, я связываюсь с тем, о чем говорили мои коллеги, что ситуация в экономике, в стране, я бы не сказала даже в экономике, а в стране нестабильная. Люди живут плохими ожиданиями, плохими инфляционными ожиданиями, плохими валютными ожиданиями, плохими ожиданиями своего будущего, сохранения места работы и так далее. И поэтому люди предпочитают валюту, которая поступает к ним, не тратить. Один аргумент в пользу того, что я сказала. Вот впервые за многие продолжительное время, во втором квартале этого года, вот по данным официальной статистики, наблюдалось сокращение расходов населения в реальном выражении. Люди перестали тратить деньги. Понимаете? И если собрать все эти факты вместе... И это ужасно для экономики, насколько я понимаю. То есть как бы зарплаты потихонечку растут, пенсии потихонечку растут, люди перестали тратить деньги. И все это прекращает работать со цепочкой. Да, и это говорит о том, что ожидания у населения нехорошие, которые связаны с их будущим, скажем там, экономическим положением. Вчера был опрос, мы говорили, там вообще, да, люди все говорили, что мы вообще страна по 60 с чем-то процентов, что мы вообще неправильным направлением движемся. Это как бы тоже показательно. Ну это у нас последние годы, вот за время этого правления, вот эти цифры зашкаливают, что мы движемся неправильно в направлении. Но это такой общий показатель, как бы вот это общее ощущение человека, да, которого спрашивают, что что-то в стране происходит не так. Но он все через свою призму. Конечно. Я говорю, привела пример вот с расходами, сокращение расходов населения, это говорит о том, что люди не верят в свое будущее, в хорошее свое будущее, в стабильность, в следующие периоды. И поэтому они держат деньги у себя. Я возвращаю вас, позвольте, я вам все-таки вопрос задам четче. Я возвращаю вас к спекулянтам, наверное, потому что, если мы сейчас говорим о том, что это выгодно, что совершаются такие спекуляции про эту кривую, вот вы кого видите в роли этих спекулянтов? Вы знаете, люди, когда услышали, уважаемые телезрители, когда услышали спекулянта, они сразу подумали, что это какой-то дядька на рынке. Да, я думаю, что это не так, поэтому поясните, что это за спекулянты. Мы уже здесь все апеллировали к тому, что было полтора года назад. И есть несколько допусков. Первое. Валютный рынок – это не в отрыве от чего-либо, это часть денежного рынка. Денежный рынок – это тоже не на Луне. Это неотъемлемая часть экономики. На денежном рынке есть кредитный, депозитный, валютный и так далее и тому подобное. Искать причины только в валютном рынке – это не есть правильно. А теперь по существу. Полтора года назад данные Национального банка показывали нам, что выросло кредитование, помните, где-то на 48-49%. Это вообще ужасно, такой рост огромный. Я начал интересоваться у банкиров. Слушайте, а правда откуда такой рост? Экономика не растет, а тут рост кредитования. Говорят, да нет никакого роста. У меня семя сомнений. Я начинаю идти вглубь. Выяснилось, что этот рост обеспечили только 4 банка. 5,8 миллиарда плюс, 5,7 миллиардов дали эти 4 банка. Молдинг-Кон, Виктория, Агро-Юни. Кредиты в леях. И в этот же период чуть ли не двукратное увеличение объема сделок на валютном рынке. Тут очень много. Вопросы есть? Под покупку. А теперь можно еще добавить. Еще один вопрос по поводу спекулянтов. Давайте посмотрим. Государственный бюджет не исполняется по расходам в значительной степени. 4-5 миллиардов минус. Сейчас это будет исполняться. Секундочку. По какому курсу верстался бюджет? 13,06. Сейчас у нас 15,06. Два лея на долларе. Так у нас профицит должен быть. Только у нас было предусмотрено валютных источников в бюджете порядка 400 миллионов долларов. Так. То есть у нас уже плюс... То есть вы к тому, что и государство выигрывает от того... Возможно. Это первое. Второе. Это хорошее уточнение. Конец года. Давайте вспомним 2009 год, когда такое же было в декабре месяце. Конец года. Начало следующего. Пересмотр тарифов. Сейчас у нас благоприятная для населения тенденция на мировых рынках нефтепродуктов. Да, нефть падает. Падает. Газ падает. У нас скидки говорят, что это скидки. Это не скидки. Это новая цена на газ по формуле. Не пугайтесь народ. Не говорите только, что у нас тариф не изменится или наоборот станет выше. Я не пугаю. Я реально смотрю на вещи. Курс у нас вырос в бюджете 13, у нас за 15. Я не думаю, что будут пересмотрены тарифы в сторону понижения. Потому что цена доллара... То есть вы тоже по пессимистичному... До 1 сентября 8% вырос. Это с 1 сентября. Вы понимаете? То есть берется новая цена доллара, умножается на этот курс 15. И это будет значительно выше, чем старая цена по курсу 13. Я могу сказать только, что господин Парликов еще хуже сказал. Он сказал, что тариф повысится. Может быть. Это малая вероятность. Я просто к моим коллегам добавлю, чтобы было понятно. Значит, Национальный банк проводит интервенции. То ли покупка, то ли продажа. Они должны проходить секретно. Но есть лица, которые доверены, будем так говорить, имеют допуск этой информации. И, естественно, когда проводится интервенция, соответственно, скачет ту апелла, которую говорила Елена Валентиновна. И зная о предстоящей интервенции, он берет кредит, покупает валюту, продает. То есть делает вот эти операции, о которых мы говорим. Я поняла, прежде чем мы сейчас уйдем на рекламу, буквально последние дни скачки, который был курс доллара клею, обеспечивает 50% доходность в валюте. Вот то, что было буквально несколько дней назад. Это уже было понятно. Мы сейчас уйдем на рекламу, а потом я предлагаю поговорить о той сфере, которую, как правило, все кивают, когда объясняют какие-то явления. У нас очень многие вещи объясняются политикой. Поэтому мы сейчас уйдем на рекламу, а потом поговорим о политическом факторе в том, что у нас сейчас происходит. Реклама на 21-м канале. Спасибо, про политику. Реклама на 21-м канале. ЛИБЕРАЛ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ МОЛДОВЫ На этом автомобиле установлен лучший двигатель в мире. И на этом тоже. Форд Фокус с экономичным двигателем Экобуст. Теперь со скидкой до 2200 евро. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И получив подарок колготки. Осень подарков в Меловице 7 по 27 ноября. Меловица, живи полной жизнью. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Перед рекламой обещала, что мы поговорим о политическом факторе. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Вы знаете, у нас так вот складывается, что перед любыми выборами власть всегда старается держать курс национальной валюты. Ну, это как бы понятно, что в ее интересах, да, что для того, чтобы народ не волновался. А вот сейчас у нас тоже впереди выборы, и происходит то, что происходит. Вот как-то вы можете найти этому объяснение, господин Головатюк? Почему так вот? Возможно, ну, первое, у нас власть, и это не секрет, очень связана с бизнесом. Некоторые это называют олигархическое и так далее, и тому подобное. Возможно, определенные представители этой власти, знаковые, не верят в то, что вы говорили, определенная неуверенность, что эта расстановка политических сил сохранится и после выборов. То есть, возможно, она сохранится, а вдруг нет, и они потеряют контроль над экономикой, над финансовыми потоками, над судебной системой, контролирующими органами, и тогда добежать бы до самолета. Вы понимаете? И в этой ситуации не буду рисковать. То есть, вы думаете, что неуверенность в результатах выборов, она здесь вот... Возможно. Возможно. Вы согласны с этой трактовкой? Я думаю, что не только бизнес, который финансирует определенные политические круги, чувствует неуверенно, будет ли он дальше иметь вот такое прикрытие в лице властных структур. Известно, что у нас все полномочия разделены по политическим партиям. Но я думаю, что и не бизнесмены, а сама власть чувствует неуверенно. Потому что власть понимает те обещания, которые они давали в предыдущих выборах. В 2009-2010 году это ничего не сбылось. Вы помните прекрасно, да? Пенсии 300 евро, зарплата 500 евро. Ну да, каждая партия называла свои цифры, тогда я помню. Опросы, которые проводит Институт публичных политик два раза в год, они говорят, что тенденция негативная. То есть, с приходом вот этой новой власти. И ожидания людей от того курса, который проводится на европейскую интеграцию, все меньше и меньше. Сторонники, то есть, люди, которые поддерживают фактически вот эту идеологию, и это направление их уменьшается. Количество людей, доля людей, которые недовольны. И недовольство вызывают в основном всегда три фактора. Это недовольство заработной платы, это недовольство, ну, властью это понятно, риски бедности, вот как обычно вопросы бывают. И самое интересное, что... Будущие детей. Будущие детей всегда на втором, на третьем месте. И вот если посмотреть последние опросы за несколько лет, то вот эти вот моменты, которые людей настораживают или тревожат, да, это цены, цены, низкая заработная плата, то есть, вот материальный достаток и будущее детей, они все выходят вот на первое место. Я хотела бы, чтобы мы сказали зрителям такую вещь. Ваш прогноз по поводу роста цен. Да, но ведь понятно, что цены начнут расти, если доллар так поднимает. Я права? Вы правы. К сожалению, это так. Каков будет этот рост цен? А сегодня продуктов питания, которые мы потребляем, больше импортного происхождения, чем местного. Отпределительская корзина. Вот и все, вот ответ на этот вопрос. Честно говоря, я не знаю статистику, знаю, что многие предпочитают как раз отечественные продукты питания. Нет, предпочитают, но вы посмотрите, сколько мы импортируем, да, сколько импортируем, сколько потребляем, и сколько потребляем. Вот и как бы посчитайте разницу, увидите, что мы импортируем больше, чем производим сами. С учетом. Да, то, что мы на столе среднего молдавания, на сегодня импортных продуктов питания больше, чем местных. Чтобы люди понимали, импорт – это не только то, что с запада, но это и то, что с востока. И до недавних пор это и Украина, и Белоруссия, и Россия. Это молочные продукции, это местная продукция. Насколько вырастут цены, какого роста цен нам нужно ожидать? Я понимаю, что этот вопрос, он сложный очень, но тем не менее. Понимаете, если вы говорите об инфляции, так это одно. Кстати, очень показательно, что Национальный банк пересмотрел свои прогнозы в сторону повышения. Это достаточно симптоматично. То есть он понимает, что девальвация, она приведет к росту цен. Порядка 70% потребительской корзины – это импорт. Но на отдельные товары, на отдельные товары, товарные позиции, рост цен будет значительно выше. Он и сейчас значительно выше тех 4-5% инфляции, которые официально публикуются. Насколько будет? Ну, это сложно сказать. Это надо смотреть на конкретную конъюнктуру товарного рынка. Вот в этом году эмбарго, запрет на экспорт привел к каким-то экономически вроде производственно необоснованным тенденциям в цене. Понимаете? Поэтому я не думаю, что рост цен будет таким уж заоблачным. Во-первых, при установлении цены производители и продавцы ориентируются на соответствующие доходы покупателей. А у нас как бы тоже нет оснований говорить о значительном увеличении доходов населения. Это будет сдерживающим фактором. Я думаю, всех наших зрителей волнует один вопрос, который всегда задает людям ваша профессия. Это все-таки свои сбережения. В какой валюте необходимо хранить? Раньше самым популярным, вы зря смеетесь, ответом был таков. Ну, нельзя вот все яйца держать в одной корзине, необходимо вот чуть-чуть в той валюте, чуть-чуть в той валюте. Ну, или как бы наш тоже, значит, депозиты там 20 с чем-то процентов у нас, по-моему, самый популярный такие вклады. Что нужно делать? Вот как вы полагаете? Ну, это правило, оно, к сожалению, оно универсальное. И вот в такие нестабильные времена, которые мы сейчас переживаем, если вот говорить об инфляции, о валютном рынке, о денежном рынке, об экономике, о нашем будущем политическом, экономическом и социальном, то, конечно, самое верное, это если есть сбережения, то хранить их нужно в разных валютах. То есть все остается и в разных банках, да, то есть нужно очень диверсифицировать валютную корзину, кстати. То же самое делают центральные банки всех развитых странах. Хранить свои резервы. И когда вот кризис 2009 года, вот нестабильность, которая на европейском рынке была и в этом году, да, наблюдалась, то многие центральные банки этих стран, они покупали золотые слитки, и сейчас покупается золото. То есть вдруг повысилась цена на золото. Я помню, тогда это многих удивило, но тем не менее это было так. Я не призываю людей покупать золото, потому что покупать золото физическим лицам, ну, это абсурдно, потому что, ну, потом неизвестно, что будет, это нет. Но если есть достаточные такие сбережения, которые человек хотел бы хранить, действительно, как вот Фоминич сказал, что если депозиты, то это в разных банках, на разных вкладах, кстати, да, к условиям вкладов. И в разных валютах, если это есть. Но сейчас, похоже, население не очень несет деньги в банки. Вот я посмотрела динамику по депозитам, там приросты небольшие, ни в национальной валюте, ни в... А как правильно было? Я думаю, что люди, особенно вот те деньги, которые приходят из-за рубежа, что люди хранят просто у себя дома. То есть эти деньги... Ну, это уже сколько было потрачено на это силы для того, чтобы люди доверяли, да, и не держали? Вы понимаете, доверие, вы же знаете, и в политике, и в экономике, и в личных отношениях. Доверие завоевывается тяжело, потерять его можно мгновенно. А как правильно выбрать банк? Я не прошу вас сейчас называть название, но вот все-таки, вот чем должен руководствоваться наш гражданин, выбирая банк? Вот нести в этот банк, и ни в коем случае не в этот. Какие-то вы можете дать советы? Сейчас публикуется отчетность финансовая, баланс и так далее. Надо попросить знакомого экономиста, чтобы он по этим банкам... Это понятно вам? Нет, 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 нет. То есть если банк убыточен, если у банка есть проблемы, это видно по балансу и по финансовым показателям. То есть нужно, чтобы человек разбирался в этих балансах? Да, так я поэтому и говорю, поэтому надо... Есть лоер специально по бизнесу, капиталистские страны, который дает такие советы. Значит, у нас таких специалистов пока как бы нет, но тем не менее есть знакомые экономисты, у каждого, наверное, которые разбираются в финансах. Сейчас на сайтах это публикуется, информация открыта, вы открываете финансовые показатели банка и смотрите. У нас, в принципе, все крупные банки, они достаточно стабильные, достаточно неплохие мне показатели. Я не понимаю, не знаю, что вы имеете в виду крупные, не крупные. Господин Головатюк, как вы... Ну, первое правило, не обращать внимания на предлагаемую процентную ставку. Не обращать. Потому что более высокая ставка по депозитам, она может свидетельствовать о том, что у банка есть проблемы. Проблемы с ликвидностью и для того, чтобы привлечь необходимые ему ресурсы, он повышает ставку по депозитам и снимает и привлекает необходимые ему денежные средства. Во-вторых, нужно посмотреть на репутацию банка. Это то, что на слуху. Понимаете, всякие войны внутренние, внешние, аффилированные лица политики. Вы знаете, есть же даже такой термин, как политическая уязвимость. Людей, которые были в определенных структурах, потом они в течение двух лет, у них официальный такой ярлычок политическая уязвимость высшей степени. Вот то же самое про банки. Это тоже люди должны учитывать, потому что, ну что, скрывать. Это может коснуться и банков. Ну и в-третьих, это динамика показателей. Если у нас были свои истории, инвест-привет, такой впечатляющий рост был. А не все могут определить этот рост обоснованный или не совсем, если и Национальный банк Молдовы тогда, так сказать, не увидел какие-то проблемы. А потом эти проблемы аукнулись и очень серьезно. То есть, если банк демонстрирует такой яркий рост, ну надо задуматься. Почему так происходит? Лучше тихо, стабильный, нормальный банк с хорошими результатами, то, о чем говорил коллега. Это, я думаю, что правильно. Но еще один момент. Когда определить, в каких валютах, нужно определить назначение этих денег. Если у тебя есть определенная сумма денег, то всю переводить в валюту, в доллары, евро и так далее, я думаю, что неразумно. Если ты предполагаешь сохранить просто эту сумму денег, то часть, часть оставить то, что на жизнь. Вот здесь не надо стараться выиграть. Я все перейду в доллары, курс растет, через неделю поменяю и что-то выиграю. Это риск большой. То, что тебе нужно на еду, образно говоря, оставь в национальной валюте. Все остальное можешь перевести. И в каком соотношении евро-доллары? Ну, вы понимаете, все-таки в нашей стране котируется доллар. И мы видим, что доллар при всей своей нестабильности, курс доллара, он меньше подвержен таким резким колебаниям, чем курс евро. При всем при том, что сейчас происходит. При всем при том, что сейчас происходит. Потому что на евро, на курс евро действуют два фактора. И доллар, и еще мировые рынки. А на доллар только ситуация внутри страны. Очень такое спасибо вам за такое популярное объяснение. Я думаю, что уже все поняли, что необходимо делать. И вопрос вполне закономерный. Я просила бы вас всех троих на него ответить. Сколько это будет продолжаться, это падение? Я имею в виду по отношению к доллару. Пессимистичные прогнозы, оптимистичные. Вот что необходимо? Госпожа Горелова. Я думаю, что поскольку губернатор Национального банка не высказал никакого, скажем, такого, не послал месседжа или посыла о том, что Национальный банк озадачен на этой ситуации. Национальный банк понимает, что многие экономические агенты несут потери. Национальный банк предпримет действия. Кстати, вот как Центральный банк Российской Федерации. Он практически через несколько дней каждый... Отправил рубль в свободное плавание в Центробанк. Нет, потом он вернулся к интервенциям. То есть он практически... Есть проблема. Центральный банк выступает практически каждый день. Ну, в лице заместителя, руководителя Центрального банка и так далее. То есть он объявляет о своих намерениях и о своей озабоченности, объясняет причины. Наш Национальный банк, по крайней мере, ничего внятного не объясняет. То есть я, например, не слышала. Мы хотели позвать представителей Национального банка. И у меня задача на ситуацию. То есть Национальный банк очень далеко от того, что тревожит население и бизнес. Очень далеко. Он как бы там в своей ипостаси. Он делает очень много правильных вещей. Я не хочу наговаривать на наш Национальный банк. Но сейчас нужно нормализовать... Еще в прошлом году нужно было нормализовать ситуацию на валютном рынке. Национальный банк... Поэтому если Национальный банк будет сохранять вот такое хладнокровное спокойствие при очень плохой ситуации на валютном рынке, оно будет развиваться так, как развивается счастье. Девальвация с некоторым, может быть, замедлением, потом ускорением, оно будет продолжаться. И люди ждут выборов, люди ждут очень многие смены власти, по крайней мере, каких-то лиц во власти, ключевых. И возможно, что после этого, когда сформивается новая команда, придут новые люди, возможно, что будет другая политика. И еще одно замечание, что Национальный банк действительно не работает с правительством, я хочу напомнить вот этим зрителям и сказать, что Министерство экономики, да, это одно из главных правительственных учреждений, составляет ежегодно макроэкономический прогноз, в который включается в том числе и обменный курс национальной валюты. Последний прогноз Национального министерства экономики говорит о том, что курс национальной валюты прогнозируется на конец этого года 13 леев 50 банов. У нас сегодня 19 ноября, мы имеем в курсе 15 леев 11 банов. То есть Министерство экономики думает и прогнозирует одно, Национальный банк регулирует так, как регулирует. То есть нет между ними никакой координации. И это тоже очень большая проблема, что правительство не обращает на это внимания, я имею в виду внимание Национального банка, им нужно работать в связке вот по этой проблеме. Спасибо. Говорят, что нужна некая такая финансовая инъекция из-за рубежа, и тогда ситуация... Нет, нет. Нет, и главное, я вернусь к той проблеме, о которой я говорил, что я в конце скажу. Значит, мы должны, для того, чтобы закрыть проблемы с валютой, мы должны заниматься экспортом. Для экспорта должны быть рабочие места. Вот, вы видите, везде билборд написано, рабочее место с достойной зарплатой. Вот смотрите, что у нас получилось. Нынешняя власть, если сравнить 2008 год и нынешний, значит, у нас было колесо занятых 1 миллион 356,7 тысяч, стало 1 миллион 280 тысяч, то есть явно снижение. Возьмем 10-й год, который любят сравнивать. Там тоже минус, но я хочу подчеркнуть, то есть в промышленности минус, в строительстве минус, в услуга минус. В неформальный сектор было 173,7, стало 192,3, то есть в теневой экономике. Домашнее хозяйство, то есть если я имею козу, там, и в присаде в начале, и 20 часов в неделю занят, то я считаю, что это достойное рабочее место. Было 131 тысяча, 175 стало, 40 тысяч прирост. То есть вот там у нас растут рабочие места, а там, где продуцируется экспорт, где продуцируется заработная оплата, реально, там идет падение. Вот пока мы не поменяем это, то есть в теневом секторе должно уменьшаться, и люди должны уходить с присадебного участка, идти на завод, на фабрику и так далее, создавать продукты, которые экспорт, без этого не улучшится. Вот, к сожалению, вот это не произошло за вот эти 5 лет, которые сегодня у власти, и не знаю, способны ли они будут сделать, если сохранять за собой власть в будущий период. Спасибо. Так, вам слово. Первое. Анализ денежных агрегатов показывает, то есть структура денежной массы, банковские резервы и так далее, что экономика страны не способна усвоить или абсорбировать, как говорится, курс, то есть долларовую массу по курсу выше, чем 15 лев. Поэтому он остановится, завтра или послезавтра он остановится. Это сегодня экономически необоснованный курс для Республики Молдова. Это первое. То, что мы говорили, определенная девальвация, она объективна. Мы на рынке констатируем, в течение всего года есть дефицит иностранной валюты. Это объективная реальность этого года. Но надо признать, что эта объективная реальность является результатом той политики, которую проводило наше правительство в течение и 2014, и 2013, и 2012 годов. И проблемы с экспортом, и проблемы с гастарбайтерами, и много-много других. Поэтому для того, чтобы, я согласен с Михаилом, для того, чтобы была стабильная национальная валюта, должна быть сильная экономика, разумная политика, налоговая, таможенная, нормальная регуляторная деятельность государства. И тогда все будет нормально. Но сегодня задача номер один – остановить это обесценение национальной валюты. Потому что это вредит экономике. То есть, по вашему мнению, даже если не будет такого сильного желания это останавливать, все равно, как вы говорите, будет из-за того, что... Но цена вопроса будет уже другой. Я не знаю, если мы напугали или не напугали наших телезрителей, но мне кажется, что они предпочитают знать, как развивается ситуация, что им необходимо делать, потому что для многих очень граждан нашей страны вот те деньги, которые они копили, они являются для них последними и очень важными. Это я знаю совершенно точно. Поэтому спасибо вам за то, что вы отвечали на мои вопросы, объясняли все эти детали и тонкости. Я думаю, что мы с вами еще встретимся в этой студии. Но очень хочется, чтобы тема разговора была другая. Например, чтобы это был рост экономики, чтобы мы поговорили о государственном бюджете, которого у нас, к сожалению, на сегодняшний день, как мы знаем, страна вступает без госбюджета. И много-много других тем, которые достойны нашего с вами внимания. Спасибо вам большое. Это была программа «Главная». Я желаю вам всего самого доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова